Книга «Открытым окон», 8-й тонн, вопрос 2086, тема «Жития». «Когда читаешь Новый Завет, то там люди выглядят такими живыми, на экран просятся. Но когда читаешь «Жития святых», то большинство из них, как персонажи театра теней. Отчего такая разница?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Только от того, что в церковь вход оказался чисто механическим, через детское крещение. Невозрожденные люди сами придумали себе монастыри, подвиги монашеские, и ничем сегодня не убедишь, что Христос этого не устанавливал. Криком кричать будут, но из монастыря только бы не уйти. И там некоторые устраиваются неплохо, но многие в тяготе проводят жизнь в ожидании смерти. Да и как же не любить монашество епископам, если оно любой бездарности, решившей на официальное изречение иноческих обетов безбрачия, дает возможность быть реальным кандидатом епископы, часто быть церковными князьями и оформиться в официальных прелюбодеев с мирскими властями. Бытовой голубой гомосексуализм. Монашество – реальная стартовая площадка для карьеристов в епископы. На худой монашеский конец хотя бы и в игумены, в архимандриты. Даже простой иеромонах и то, как бабульки млеют, любя этого «божьего человека» в кавычках, такой необычной с покрывалом шапки. А не стань он епископом, ему вовек не видать бы этой кормушки. А тут резко отсеялись талантливые, но семейные, и он уже на плаву конкурс десятки раз уменьшился. И теперь он будет биться насмерть за монашество, чтобы отстоять свое крыло черноты. Черное священство, черное монашество. Они же сами сделали это разделение на белое духовенство и на самое черное. Без этого монашества он же никто, просто как человек даже, быть может не состоялся. А так он с жезлом и с дикирием может стать, если совсем уж не верующий, преосвященным кайном. Деяние 20.29.3. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». От непископства многие ли убегают сегодня? Уже разоблаченного гомо-епископа через несколько лет вновь ставят в этой корпорации евнухов на новое место, но уже архиепископом. Феодор Ростовский. Память. 28 ноября. Оставив вскоре Ходьковский монастырь, он ушел в Москву, поселился в монастыре святого богоявления в особой келии и проводил строгий и суровый образ жизни в посте и молитве, воздерживаясь от вина и пива и одеваясь в ветхие одежды. Гефросин. Псковский. Память. 15 мая. Кто были по плоти его родителей, неизвестно. Известно только одно то, что он родился духовным рождением, и отцом он имел Бога, который и родил его водою и духом, а матерью его была православная отеческая церковь, почему он и воспитан был в правой вере и наставлении. По достижении возраста родители отдали его в научение божественным книгам, и он вскоре настолько ясно уразумел божественные писания, что мог не только словесно изъяснить их, но и составлять собственные поучительные сочнения. При этом он изучил и философские науки, так что даже старики удивлялись его мудрости и с похвалою отзывались о нем. Никогда он не обнаруживал склонности ни к играм, ни зрелищам, но больше всего любил чтение божественных писаний и церковные песнопения, причем с юных лет стал предаваться строгому воздержанию, отказавшись совсем от употребления к пищу сладкого. Тогда милостивый Бог, хотящий всем людям спастись и в разум истины прийти, вложил в сердце его благую мысль о том, как бы ему устроить свое спасение и удалиться от мира. Эту мысль он немедленно же исполнил, отправившись в монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, что на Снежной горе. Так называлась местность на берегу реки Великой в расстоянии трех поприщ от города Пскова. Он от игумена этого монастыря принял иноческое пострижение, причем навсегда отказался от помыслов, влекущих к миру и всецело отдался обетом иноческого звания. При пострижении ему дано было имя Ефросина. Избрав для этого пустынную и безмолвную жизнь, подвязаться только для Бога, о таком своем намерении он сообщил духовному отцу своему. И последний, видя, что он процветает в добродетелях, благословил его и сказал ему, «Иди с миром, сын мой, Господь да будет с тобою. Доброзумит он тебя и наставит на ту благую деятельность, которой призвал тебя». Иринарх Ростовский. Память. 13 января. Будучи еще только шести лет, он однажды сказал своей матери, «Как вырасту, так постригусь и стану монахом, буду носить на себе железо и трудиться ради Бога, и буду учителем всем людям». Удивилась мать таким речам своего малолетнего сына, но вместе и радовалась. Эти пророчественные слова шестилетнего ребенка впоследствии сбылись точности. Спустя немного времени после бракосочетания Иулиана и Василисы родители их скончались, оставив им богатое наследство. Они же, получив свободу для своей духовной жизни, задумали послужить спасению и других людей, а не только заботиться о своем собственном. Для сего они построили два монастыря, мужской и женский, и, разошедшись, постриглись он мужском, а она в женском монастыре. Собрав там около себя лики иночествующих, они приняли начальство над ними. В обители святого Иулиана жило до десяти тысяч братьев, усердно служивших Богу, ибо Господь дал ему такую благодать, что к нему со всех сторон стекались хотевшие спасти свои души, оставляя свои дома, жен, родителей, родственников, имения и все утехи мира, они вручали ему свои души, чтобы он привел их в Царство Небесное. Также и святая Василиса, собрав в своем монастыре и сделала невестами, собрала в своем монастыре и сделала невестами Христовыми до тысячи чистых дев, и кроме того, множество жен. И в обоих монастырях, как бы в двух садах райских, процветала ангельская чистота и торжествовало девство над сладострасным весом на чистоты. Дмитрий Прилуцкий, память 11 февраля. С молодых лет он отдан был в книжное научение и навык в чтении божественных книг. Многих сверстников он превосходил разумом и выделялся среди них своим смиренно-мудрием, которое всегда скрывал сердце своем. Блаженный любил часто размышлять о будущем веке, о суде Божием, о воздаянии каждому по делам Его, о Царстве Небесном, радости праведных и райском блаженстве. Изучив священное писание Ветхого и Нового Завета, святой познал, что жизнь всем в свете скоро приходящая, и потому он вскоре оставил сей суетный мир, и с умиленной душою, пришедший в страх Божий, в том же периал Переяславли, принял иночество в Нагорном Борисоглебском монастыре. Гурий, митрополит, память 4 октября. Не оставлял он и ручного труда, и обычным занятием его было шитье клобуков, которые он раздавал братьям своей, прося их молиться о нем Богу. Когда же святой достиг глубокой старости, то оставил свою паству и снова переселился в основанный им монастырь, что в городе Казани здесь он принял на себя великую схему.